12 июня 2023 год опять я иду с дежурства опять за время дежурства понадумал всякого сегодня по поводу того что в россии сегодня день россии вот хотелось мне узнать у россия как там на дне россии как они там оказались на таком дне россии наверное россия еще не было за всю свою историю с большой восьмерки оказались какой-то лузерской пятерки там иран северная корея россия за компашку и беларусь как не жаль то есть славянские народы сейчас помогают нам украинцам противостоять агрессии как так получилось вообще я не понимаю что страна где наверно по-русски говорит больше людей чем самой россии по крайней мере правильно я не знаю сейчас общение по тик ток у меня весьма впечатлило то есть уровень знания русского языка по-моему я говорю чище на русском языке чем большая часть россиян как получилось что я украине с родившийся в россии от русской матери русскоязычные из харькова сейчас воюю против россиян которые стали для меня оккупантами которые убивают сейчас десятками манера даже сотнями тысяч моих сограждан переплюнул во многом их отношениях немцев которые там против которых воевал дед то есть 80 лет назад дед мы воевал против немцев оккупантов мне сейчас приходится воевать против россиян оккупантов тех русских которые называли себя братьями придумал что у нас тут какие-то нацисты у нас евреи выбрали 73 процента населения вы думаете нацисты я не голосовал за зеленского ну хрен на зеленского честно говоря как в принципе и на бандеру там и на все остальное вспомнили еще бандеровал рабу был за 20 лет до моего рождения мне 48 лет от 49 в августе может быть будет я ни разу в жизни по украински не говорю ни одного дня ну то есть говорю свободно перехожу как на английский на украинский для меня родной русский вы придумали что у нас тут ущемление русского языка до меня хобби афористика я пишу на русском языке афоризма но это закончится наверно моем поколении а какие сейчас афоризм и пишу не сейчас 14 года я воюю за украину на донбассе чтобы мои сыновья не воевали за россию в грузии молдове азербайджане вот что я пишу русофобия это когда вам не нравится что вас убивают русские вот что я пишу россия будет первой страной в мире которую села моль тоже неплохой афоризм 15 года рождения недолго осталось стать как вам на дне россии россияне перри переплюнув гитлера то есть устроив аннексию в европе после гитлера вы первые понимаете в европе устроили аннексию после гитлера вы развязали самую кровавую войну на европейском континенте да то есть никакая югославия не попадать даже не думайте десятки сотни тысяч убитых украинцев теми кто называл себя братьями россиянами да вы это мотивируете тем что там кто-то погиб на донбассе на донбассе погибла с вашим участием до донбасса до того как вы аннексировали крым здесь зашли на донбасс ничего это у нас не было никаких войн не было никаких терактов да даже и война на донбассе за восемь лет забрала 13 тысяч жизней с обоих сторон вы умудрились блин за год сотни тысяч уложить и вы исправили ситуацию вы снесли нафиг города целые города переплюнув гитлера во многом потому что то как выглядит бахмут сталинград не попадает вы стали гораздо хуже гитлеровцев для нас для украинцев гитлеровцы не называли нас братьями они считали нас моего деда прадеда унтер меньшими недолюдями какими-то там евреев славян вы же называете нас братьями ну называли и после этого приходите нас убивать как вам на дне россии россияне